Указки лазерные, длина 15 сантиметров, соответственно красный, зеленый и синий. Абсолютный Китай, ничего особого от них не ждите. Давайте посмотрим, как они, собственно, дают. Вот красный более кучно, зеленый немножко расплывается. В принципе, бьют неплохо, понятно, что ни в коем случае никому не светите в глаза, ни в коем случае даже таким, потому что это, в принципе, бытовой, но все равно может повредить. Поэтому, если будете освещать окна, чьи-то еще что-то, будьте аккуратными, то есть между окон проскальзывайте, не светите прямо в окна. Вот, для домашнего использования, в принципе, нормально, но больше я бы это отнес к каким-то походным вещам, когда, может быть, нужно что-то подсветить, сигнал куда-то подать и так далее, да, группе. Вот, и если будете использовать в домашних условиях, ну или где-то на воздухе, можно еще очки купить, которые защищают глаза от этих спектров, для того, чтобы просто случайно совершенно себе глаз не засветить. Ребенку такое давать нельзя ни в коем случае. То есть, вот, вот, пыхалка сама, да, отверстие. Ребенку такое давать нельзя. Вот, поэтому, вот, детей закрывайте в сейфе, убирайте, чтобы они не достали такие вещи. Можно приравнивать к оружию, потому что, в общем, может нанести вред все это. Ну, а вот синяки как выглядят. Резьба не очень хорошая. Резьба закручивается, откручивается крайне халтурно. Что из плюсов здесь, есть на аккумуляторах USB. Здесь обычные батарейки, три буквы А, то есть пальчики, как мы это называем, да? Нет, мизинчики, мизинчики, не пальчики. Вот, мизинчиковые батарейки. Это очень удобно, потому что аккумулятор, его иногда негде подзаряжать, а батарейки можно взять в запас. Я люблю больше батарейки, из-за этого и брал. На самом деле мощность не очень большая, я хотел взять очень большую мощность. Но, посмотрев более внимательно, в общем, там никаких доказательств, что указки, которые будут мощными, которые написаны, что они очень мощные, там, и все такое, что они будут сильно лучше вот этих вот. Мне есть такое впечатление, что да, можно купить, но там уже совершенно другой ценовой диапазон. Плюс с этим надо очень крайне аккуратно обращаться, то есть в быту как бы они нафиг не нужны абсолютно. Вот, если только подавать сигнал бедствия, например, когда вы подсвечиваете тучи ночью, находясь в лесу. Вот, ну, чтобы не носить сигнальный пистолет, мощную указку можно использовать для подачи сигнала бедствия. Ну и, соответственно, азбука и морзу можно просто, да, три коротких, три длинных, три коротких, три длинных с перерывом. Вот, то есть для этих целей, да, ну, в принципе, эти тоже подойдут. То есть если я вот куда-то пошел бы, да, предположим, объявив свой маршрут заранее, чтобы знали, ну, либо это по какой-то категории маршрут, соответственно, да, согласовав, вот, либо просто родственникам и так далее, да. Я бы такие вещи, конечно, взял просто чисто на всякий случай. То есть если вы катаетесь, если вы ходите, если вы там, может быть, куда-то лазите еще, ребенку тоже можно дать, но уже постарше, наверное, который понимает, что такое ответственность. Вот, если вы где-то в прелесовой территории находитесь, у вас там, грубо говоря, школа стоит рядом с лесом, еще что-то такое туда ходят гулять, может быть, прогуливают уроки после уроков, до уроков. Не важно. Вот, то, может быть, стоит тоже такое дать, потому что так или иначе, вот, ну, конечно, объяснив, что ни в коем случае нельзя в глаз направлять на себя и использовать только в экстренных случаях. То есть, опять же, вот подсветить именно, поднять вверх и подсветить облака в вечернее время, в ночное время, это вполне себе оправданно. Такую вещь дать. Жаль, что здесь не закрывается колпачком дополнительно, например, резьбой не накручивается. То есть, внезапно можно кнопку нажать, где-то в рюкзаке она может нажаться самопроизвольно, поэтому, ну, достаточно туга, на самом деле, то есть, проблем быть не должно. Но все же, то есть, в плане безопасности, вот, это, конечно, не сигнальный пистолет, но не всегда сигнальным пистолетом можно через крону деревьев прострелить, например, если густой лес. Вот, если что-то случилось, не дай бог, человек упал, например, и не может передвигаться. Вот, так что, если вы в походы, например, с собой берете сигнальный пистолет, то я бы советовал бы в доме иметь такой комплект указок. Даже если вы три указки сложите, всех цветов, они много места не займут, то есть, соответственно, в зависимости от того, что будет лучше видно. Посмотрите ночью, вот, и используйте батарейки, опять же, вовсе, да, ну, будет запас. То есть, грубо говоря, кончатся батарейки здесь, вторую указку можно использовать, третью указку. Безопасность никогда не будет лишней, поэтому я считаю, что в быту и в плане каких-то там общеспортивных вещей, общетуристических вещей, эти вещи очень полезны, поэтому при их крайне малой цене, я считаю, покупать стоит. Вы что смотрели, становитесь моими патронами на патреоне, ссылка под видео. Для моих патронов я выкладываю эксклюзивный контент, которого нету в открытом доступе. Там я, как всегда, пытаюсь сэкономить вам большое количество денег и времени. Спасибо, что смотрели, успехов, удачи! Спасибо.